Здравствуйте, уважаемый слушатель! С вами Дмитрий Науменко. И в данном уроке давайте с вами поговорим о том, как в JavaScript можно получить доступ к какому-то конкретному элементу на странице и также о таком понятии, как область видимости переменной. Для этого создайте новый файл через меню File, New, и выберите новый файл HTML. Я уже его создал, вот он пустой, сейчас вы можете видеть на ваших экранах. Давайте сразу сохраним его как Lesson2 HTML по HTML по аналогии с первым. Выбираем файл, save as, и сохраняем его на diskc, webservers, homebasic.js, 3w, и назовем его Lesson2. Так, сохранили. Значит, для того, чтобы писать код JavaScript, нам понадобится открыть блок, я выбираю JavaScript и вставляю JavaScript-блог, вот такой вот. И первый момент, который мы рассмотрим, это получение элемента страницы. Но для того, чтобы нам получить какой-то элемент, нам нужно сперва, чтобы у нас что-то на странице было, потому что если мы сейчас сохраним, попробуем обратиться к данной страничке, то мы видим, что она у нас совершенно пустая по данному адресу. Поэтому нам нужно в пределах тега body какой-нибудь элемент ставить, чтобы было с чем работать. Пусть это будет обычный заголовок второго уровня, и мы дадим ему идентификатор, например, main, что главный заголовок, и текст в нем будет главный заголовок. Теперь, если мы сохраним, обновим, мы увидим то, что у нас просто выводится заголовок второго уровня, то есть ничего особенного. Теперь давайте с вами попробуем, собственно говоря, к этому заголовку обратиться. Выбираем пространство между нашими тегами, скрипт, и обращаться будем мы к нему следующим образом. Мы пишем объект document и его метод getElementById. Вот нам здесь подсказка идет, пишется вот таким образом. Вы можете обратить внимание, что каждое новое слово идет как бы с большой буквы, то есть get это получить, элемент с большой буквы элемент, by по ID по идентификатору. И, соответственно, в круглых скобках, в кавычках, мы указываем, что мы хотим получить элемент по идентификатору main, и в конце ставим точку запятой. И мы можем, например, попытаться вывести с помощью конструкции documentWrite, которую мы уже с вами изучили, все это дело на экран. Пишем documentWrite в круглые скобки, и можем все вот это отсюда вырезать. И вставляем вот сюда скобки. Сохраняем, и давайте теперь посмотрим, что мы получим. Уновляем страницу, и мы видим то, что над нашим главным заголовком обычным, который HTML выводит со средствами HTML, появилась надпись now, то есть что означает ноль, как бы или ничего. Почему так происходит? Ведь мы хотели с вами вывести главный заголовок. И здесь смотрите, почему так происходит. Дело в том, что когда происходит интерпретация браузером страницы, то движение как бы происходит сверху вниз, да, последовательно. И в тот момент, когда интерпретатор доходит до вот этого вот скрипта, и когда он получает указание, что получить нам по идентификатору элемент с идентификатором main, получается, что он еще не дошел до самого этого элемента, и поэтому, естественно, он не может его получить, поскольку он находится дальше по коду. И лишь потом он до него дойдет. Поэтому для того, чтобы сейчас результат у нас изменился, давайте сделаем следующее. Мы отсюда вырежем весь этот тег в скрипт, Ctrl-X, и вставим его уже после вот этого нашего главного заголовка, перед закрывающим тегом вводим. Теперь сохраним, и давайте снова надаем страницу. Вот, теперь вы видите то, что выводится уже совершенно другая вещь, Object HTML Heading Element в квадратных скобках. То есть это означает, что здесь содержится объект HTML, который является заголовком, то есть heading. Это уже больше похоже на правду, но все равно не то, что нам нужно. Мы ведь хотели бы с вами получить, например, вот этот вот текст, который содержится в данной заголовке. Каким же образом мы можем это сделать? Делается это очень просто. После того, как мы осуществили вот эту вот выборку по ID, после вот этих круглых скобок мы ставим еще одну точку и обращаемся к специальному методу, который называется InnerHTML. То есть данный метод, он позволяет получить содержимое какого-то конкретного тега. В данном случае вот текст, который находится между тегами H2. Давайте сейчас сохраним и проверим, что у нас получилось. Вот обновим страницу и видим то, что у нас выводится сначала вот этот, да, как и был заголовок, и вот этот тоже выводится средствами JavaScript. Текст, да, главный заголовок. Теперь давайте рассмотрим с вами другой случай. К примеру, у нас на странице не один заголовок, H2, а, к примеру, у нас есть еще один заголовок, и он не имеет идентификатора, и пусть в нем такой текст идет, еще один заголовок. И, соответственно, мы уже не можем отобрать его по идентификатору, но мы каким-то образом хотим получить текст какого-то из заголовков, или вот этого, например, или вот этого, то есть мы хотим отобрать или первый, или второй из этих заголовков. Здесь нам на помощь уже придет другая конструкция, которая позволяет отбирать, так скажем, элементы по значениям их тегов. В данном случае мы будем отбирать по тегу H2, означающему заголовок второго уровня. Давайте с вами скопируем вот эту конструкцию и закомментируем ее, чтобы у нас она не вводилась. Давайте сейчас сохраним, посмотрим. Вот у нас выводятся главные заголовки, еще один заголовок, и JavaScript у нас сейчас нигде не работает. И давайте теперь вставим то, что мы скопировали чуть ниже, и поправим. То есть мы получали по идентификатору, а сейчас мы будем получать уже не getElementById, а getElements, то есть добавляется буква S, потому что их может быть несколько, и уже не по ID, а по имени тега, то есть byTagName. TagName. Соответственно, здесь эта ID образовалась, это у нас лишнее, нам это не нужно. И мы указываем, по какому имени тега мы хотим получить. В данном случае по имени тега H2. И вот сейчас давайте сохраним и посмотрим, что у нас получится в итоге. Убираем страничку. Мы видим то, что у нас вводится надпись Undefined, что означает неопределено. Почему же так получается? Получается так потому, что мы хоть как бы указываем, что мы хотим отобрать элементы по имени тега H2 и получить их внутреннее содержание. То есть мы хотим получить вот этот уголный заголовок или еще один заголовок. Но в итоге получается, что интерпретатор JavaScript не знает, что мы от него хотим. Потому что он здесь возвращается в итоге в массив. То есть мы точно знаем, что у нас два элемента. Вот они. И мы не указали внутренний текст, для которого мы хотим получить. Поэтому для того, чтобы обратиться к какому-то конкретному заголовку, вот к первому или к второму, нам нужно это указать. Так как в массивах нумерация элементов идет с нуля, то для того, чтобы вывести вот эти слова в главный заголовок, нам нужно обратиться к нулевому элементу. И делается это таким образом. Ставятся квадратные скобки, и внутри них ноль. Вот теперь, если мы сохраним и обновим, то мы получаем ниже уже главный заголовок. Если же мы здесь поставим 1, это будет означать, что мы обращаемся вот ко второму в главном заголовку, который будет иметь индекс 1. Сохраним, обновим, и мы видим уже еще один заголовок на этот раз. Вот таким образом можно получить доступ к элементам по идентификаторам и по тегам. А теперь еще один момент, который мы можем сделать, это, например, изменить содержание какого-то тега. Давайте попробуем это сделать. Для этого мы убираем, естественно, вывод на экран, потому что сейчас он нам не нужен будет. И пишем просто, отобрать нам элементы по имени тега, значит, h2, отобрать нам второй элемент, и мы хотим свойству innerHTML присвоить следующее значение. Мы ставим знак равенства, и в одинарных кавычках, например, укажем измененный заголовок. Вот таким образом мы с вами поменяем заголовок для вот этого самого второго заголовка. Давайте сохраним сейчас и проверим. Обновили страницу, и мы видим то, что у второго заголовка теперь вот такой текст. То есть мы напрямую воздействовали как бы на вот этот элемент h2, и сменили для него заголовок. Если мы хотим для первого элемента, для первого заголовка, который главный сейчас, мы ставим здесь просто ноль, и теперь у нас он будет измененный, а второй будет, как и раньше, еще один заголовок видно. Следующий момент, о котором я хотел бы здесь рассказать, это о том, как можно применять, например, стили к заголовкам. Давайте сейчас... Ну, не к заголовкам, а к каким-либо элементам, естественно. Так, давайте сейчас эту строку мы закомментируем, и поработаем вот с этой строкой, да. Мы также здесь уберем вывод, и смотрите, что мы хотим сделать с вами. Мы, к примеру, хотим, значит, отобрать элемент, у которого есть идентификатор main, и затем хотим применить к нему такой стиль, чтобы цвет шифта стал у него оранжевым, а не черным, как сейчас. Для этого мы после точки здесь ставим... спишем слово style, и затем color, и указываем, чему цвет должен быть равен. Например, orange. Предположим, что у нас оранжевый будет. И давайте сохраним, и сейчас посмотрим, что у нас получилось. Мы обновляем, и видим, что главный сголовок у нас стал оранжевого цвета. Точно таким же образом можно менять какие-то другие свойства. Например, мы хотим изменить фоновый цвет. Для этого мы пишем background и с большой буквы color. Здесь вот на что хочу обратить ваше внимание. На то, что в случае с обычным CSS, свойства, например, background color, пишется вот таким вот образом. То есть background-маленькая буковка ccolor. В случае, когда используется JavaScript и применяются вот такие вот стилевые свойства в таком контексте, то свойства, которые идут через дефис, значит, у них дефис пропадает, а первая буква второго слова пишется уже с большой буквы. То есть вот по такому типу пишутся двойные свойства, вроде margin, top, margin, bottom, padding, left, padding, right и так далее. И, предположим, мы хотим сделать фон, например, голубым, да. Сохраняем и проверяем. Так, что-то сейчас здесь неправильно было. Давайте смотреть. Так, вот у меня опечатка. Background, естественно, color. Так, обновляем. Вот у нас, пожалуйста, синий фон для данного элемента задался. То есть вот таким образом можно менять элементы стилевого оформления для каких-то отдельных элементов на странице. И еще один момент, который хотел я вам показать, он связан с областью видимости переменных. Об этом я говорил в начале урока. Давайте сейчас посмотрим, о чем я говорил. Закомментируем эти две строки, чтобы нам было проще работать. Давайте сохраним, посмотрим. То есть сейчас у нас просто выводятся два сголовка. И давайте будем работать дальше. Давайте создадим какую-нибудь перемену. Пусть она называется имя и занесем в нее, например, значение Петр. Теперь давайте с вами создадим какую-нибудь функцию. Не важно, какое название. Например, функция называется у нас test. И в данной функции что происходит? Пусть она просто выводит нам на экран имя Петр. document.write. И вот эту переменную name. И, соответственно, затем мы вот эту самую функцию вызываем. Вот эту нашу функцию test, чтобы она сработала. Давайте посмотрим, что у нас получается. На первую страничку нам выводится слово Петр. То есть здесь ничего необычного. В данном случае переменная, которую мы создали, вот эта переменная name, она является глобальной, потому что она находится вне функции. У нас есть функция, которая ограничена фигурными скобками. И в ней просто выполняется действие вывода на экран вот этой переменной name. Соответственно, здесь мы просто вызываем функцию test. А в этом случае переменная является глобальной. И, как вы видите, мы задали вне функции, а использовать можем внутри функции. Точно так же мы эту переменную name можем использовать и внутри любых других функций, которые мы могли бы создать. Вот, а теперь давайте превратим данную переменную уже из глобальной в локальную. Для этого поступим очень просто. Отсюда просто вырезаем эту строчку и вставляем ее внутрь данной функции. То есть мы уже внутри функции test определяем переменную нашу, сдаем ей значение Петр и просим нам, опять же, вывести на экран, а потом вызываем функцию. Если мы сейчас обновим, то у нас ничего не изменится. Все точно так же работает. То есть в данном случае у нас локальная переменная внутри функции работает, и все нормально. Функция у нас потом вызывается и все выводится. Ну, возможно, еще и третий вариант, к примеру. Если мы функцию не будем вызывать, сохраним, нам, естественно, Петр не выводится. А если мы захотим просто вывести на экран значение вот этой переменной name с помощью, например, команды document.write, и попробуем вывести значение вот этой переменной. Сохраним и давайте посмотрим. Вы видите, у нас ничего не выводится. Почему? Потому что мы в данном случае пытаемся за пределами вот этой функции test, за пределами вот этих фигурных скобок, обратиться к переменной name, которая создана внутри функции. И это как раз таки невозможно, потому что переменные, созданные внутри функции, они будут работать только внутри той функции, в которой они созданы. А глобальные переменные, они будут работать по всему скрипту, включая любые другие функции. Вот, в общем-то, фундаментальная такая вещь относительно глобальных и локальных переменных, которые нужно понимать. Вот, в общем-то, все, что я хотел сказать. На этом данный урок я заканчиваю. Увидимся с вами в новых уроках. Продолжение следует...